В общем, Алекс Гус против Нстиса вот так вот. Нстис решил сделать очищение пердивом, если можно так выразиться. Блин, ну, знаете, Болиголов смотрится слегка нелепо. То есть мы понимаем, что команда цыган это команда сланов. Но он как-то смотрится не в тему. Сделали бы какого-нибудь супер цыгана отдельного чисто для них. А вот. Чтобы он был в шапке-ушанке там. Все дела. Опа, Блиц для... Ну, хороший ивент. К слову, это команда, которая играет первый сезон. Я имею ввиду прыгунов. Вот. Ивент, как я понимаю, был на котел. Я так подозреваю. Аптека взята. Взят Болиголов. Мне, правда, Болиголов не особо нравится, честно сказать. У него какой-то набор навыков. Но у него кроме мувы ничего нету. Ну, ладно. Им даже ГФИ как-то страшно кидать. Но здесь, кстати, опасно. Если будет тачбэк, ребята. Если будет тачбэк. То орки в дамки уходят. Да и в целом сейчас подставились под... Слушайте, какой приятный линейка. Посмотрите. Она еще получает блок. Это топ-линейка с двумя дублями. Она уже сейчас с двумя дублями топовая, ребята. Так, тачбэка нету. Мячик упал нормально. Слушайте, это топовая линейка. Серьезно. Это настолько топовая линейка, что слов нету. А не лучше ли было сначала сделать удар убиватором и подойти сюда в толпу? Плевать-то на тычок. Тычок девятый армор не бьет. Мы все это знаем, ребята. Но я бы сначала делал бы этот удар, а потом подходил бы сюда. Мне не нравится, как сыгровали гус. Я смотрю на это неодобрительно, ребята. Не-не-не-не. Как же это говорится на твиче? Осуждаю. Осуждаю. Но против боли головы нужно один такл и добраться до него. В принципе, все. Вот сейчас как-то орки играют нагловато. Я понимаю, если бы у орков был бы блоджерный тровер, но цыгане, по-моему, сейчас выбивают мячик... Ну, легко, в общем. Правильная нетрата рерола, я думаю. Хотя, если бы вот этот игрок стоял бы здесь, кубы были бы значительно более сложные у цыган. Блицеры сейчас будут... Ввалить, да. Шестерочек прижмут к флангу. Отлично. Блиголов и еще один цыганин зажмут. Подката не хватает Блиголову. Им бы вместо толчка силового вот это вот все. Ну, вот я говорю, орки пожадничали, на мой взгляд. Орки пошли в драку, притом пошли местами не совсем правильно, потеряли позицию и как-то вот... Как-то не одобряю. Опа, прыжок. Ну, вообще, проблема у орков. Запинование очень сильно повлияло, но орки... Еще какие-то орки взяли магический купол. И орки бьют до того, как решить, что делать с мечом. Это тоже, в общем, такое. Не знаю, Алексу Гусу надо играть вот за какую-то имбу типа крыс, а не за интеллектуальных орков. Видно, что ему не хватает... Не хватает ума играть за орков. А-а-а-а? Удар не получился. Рэмфтон сейчас 4 плюс надо кидать на тролля. Оу, какая приятная шестерочка-то, а! Правда, выбивание меча с мной изейшее. Так, орки дали хороший, приятный пробой. Еще покачали важного игрока. Ну, тупка очевидная. Окей. Оркам немного прокнуло сейчас. Подскок. Стычком. Двойная, кстати, попытка выбить мячик. Ну, сейчас выкину через прыжок. Ну, можно и такой. Ну, это не важно, как выталкивать. Но, в общем, хорошо сыграно. Молодец, Нстис. Я даже скажу больше. Мне пока нравится... Э-э-э... Нстис на цыганах смотрится органичнее, чем за некров. Подбор, вкладка, гол, ГГ. Ну, не ГГ, ладно уж. Притом, что цыгане не взяли мага на эту игру, заметьте. Ну, изи. Все. 1-0. Слушайте. Без шуток, Нстис очень классно смотрится на... А, посталить еще, да. Нет, не будет сталить. Ну, ладно. Блин, ну я респектую. Действительно хорошо играет. То есть, когда я смотрел его игры на некорах, мне что-то как-то они не нравились. А эта команда, казалось бы, более сложная, и на ней он играет как-то вот по... Опять Блиц выпал. Э-э... А че так жирно с Блицами-то, а? То есть... То есть, Нстису выпал второй Блиц подряд. Нормально. На скиле, ребята. На скиле. Реролл обязательный. Квадра! Ой! Ой! Вот это, ребята, расплата за... За Блиц. Просто мгновенная карма, ребята. Мгновенная карма. Начинать с удара... А, нет, это блок есть. Извините, мне показалось, что блока нету. Нет, да, нормально. Блок есть, тогда нормально. Что-то орки очень плохо ломают. Да, паренек поймал мящик. Это очень приятно. Клеточка здесь возводится вообще без проблем. Проблема в том, что она не везде гордов может расставить, но это не так уж страшно. Попытка выбить стаклом Бладжиста. Правильная мысль, кстати. Проблема в том, что что-то флаг не прикрыт. Мне это не очень нравится. Ну, ладно. Опасненький удар. Ну, ладно, не опасненький. Если бы даже не уронил, было бы норм. Тролля надо качать все-таки на таких халявных моментах. Ну, вот. Ну, вот этот ход Алекс Гус, на мой взгляд, разыграл намного лучше, чем... Вот, правда, рерол я бы не тратил. Наверное, рерол я бы не тратил, но ладно. Вот сейчас Алекс Гус играет как-то получше, мне кажется. Вот этот розыгрыш хода был повеселее. Конечно, Блиц был специфический. Можно было там чутка поэкономнее сыграть. Ну, ладно. Жадно местами было сыграно. В мяч сейчас нет смысла бежать. Слишком тяжело. Вообще, как бы, надо цыганам пытаться выбить такл. Выбивание такла, это, как бы, первостепенная цель, и от нее надо отталкиваться. Вот, очень похоже на фол, ребята. Вот, очень похоже на фол. Просто без такла у орка работа немножко усложнится, потому что болиголов, потому что вот эти два с даджами. Без блоков, конечно, но приятно. Правда, 6-6 удаления в этом плане немножко не везет. Как-то не было. Был Сатарот. Ты забываешь о прыжках. Удар в 1D был. Даже, по-моему, в 2D было. Надо посчитать кубы, но, по-моему, вот этот парень добегал для ассиста оттуда, а тот парень, который здесь стоял, допрыгивал до удара. По-моему, два куба было. Один точно был? Железно абсолютно. Два куба не уверен. По-моему, тоже было. Но я бы сказал так. Скорее всего-таки одно ГФИ можно было сделать, а реролить уже дальше не стоило. Ну, окей. С реролом там точно было бы, в общем, все такое. Ну и там были довольно сложные кубы у Астиса для влета. Ну что, зарежет ли болиголов? Хорошие кубы. Только нужно было бы кинуть 6 кубов? Ну, я к тебе сказать. Вот этот парень кидал все на автомате. Ему вообще ничего не надо было кидать, в принципе. У него там все были простые кубы. А вот. Вот там надо было только 3 плюса покидать обычным игроком. Ну, это... Ой, жадный! Ой, жадный в два куба! Ой, свинота-то какая жадная! Сейчас Блицер полетит. Ой, жадюк! Ой, жадюк! И все получается ведь, а? И все получается. Он забыл Блиц нажать! Он забыл Блиц нажать! А-а-а-а-а-а! Привет, спиритолог! Вот это фейл! Ну, ладно, я понимаю. Я видел такое не раз. Вы знаете, как в песне... Как в песне-то? Машины времени, да? Когда насчет однажды мир... Ты как, ходил на митинг-то, спиритолог? Уже кончилось? Гений! Не, ну... Ну, пофейлил разок. Ну, бывает, ребята. Ну, я бы не ругал за это. Ну, да, профейлил. Да, забыл нажать Блиц, при том, что получилось вообще все. То есть, натурально получилось все в этот момент, но он забыл нажать Блиц и как бы... И получилась смешнявка. Могу только посочувствовать. Момент красивый, но настолько смешной, что слов нету. Ой, какая приятная шестерка в блодж! Еще и... Вот это повезло! Вот это повезло, конечно. Ну, здесь уже халявный удар. Блиголов будет давать... Ой-ой-ой, тычок! Идея была красивая. Сегодня я прошел 15 километров по Бурвальному кольцу. И как происходило? Я, честно скажу, я вот как пришел домой, сел стримить, поэтому ничего не знаю по новостям, как прошло-то. Винтили, не винтили, так далее, тому подобное. Мирно, не мирно, тыр-пыр. Ну, судя по тому, что ты вернулся, революция не произошла. Это я уже уловил. Вот. Fly little kisliv. Ну, здесь блиголово довольно несложно снять, в общем-то говоря, с мяча. Это понятно. Простые два куба с блоком. Проблема, потому что надо еще через заборчики продраться за два хода. Оттирал своего рейна на продажу. Ооо, жадновато играет. А сейчас СМБ, наверное, ударит в три куба. Вот вместо простого проталкивания орки решили бить и... Ну, ладно, ладно. Ничего не получается здесь. Как блиголов-то тащит? Получил просто миллиард кубов и игра сказала нет. Только быстро? Да, вряд ли. Шестерочка. Только меченосец знает, как... Ой. А это опасно, ребята. Будет фолл блиголова. Вот это опасный фолл. Потому что если удаление... Но с одной стороны он снял подскок-тычок с мяча. Это хорошо. Но с другой стороны... Потеря блоджерного горда, ребята. О, доджерного горда. Извините, блоджа-то нету. Размен-то... Понимаете, когда блиголов встанет во втором тайме, это будет минусовый размен. Прыжок в красный. Зачем ты давал ассист, если... А, не, все. Все нормально. Нет, прыжок. Рерол. Прыжок не в красный. Я не прав. Извините, я не понял, что он прыгает в дальнюю. Нормально. Тогда нормально. Был у меня один товарищ, который покупал миньки, который хотел играть... Ой, какой неприятный пробой. Был у меня один товарищ, который очень хотел играть в Вархаммер. Но потом он понял две вещи. Что, оказывается, в начале десятых годов никто, блин, не играл в Вархаммер. Почти, кроме клуба, который был в самой жопе Питера. А, во-вторых, стоимость миньки была такова, что, как бы... Чтобы собрать себе армию, нужно было, в общем, иметь нормальную сумму денег. Не в обиду никому сказано. В общем, в России играть в миньки это дорогое удовольствие. А зачем ты дал ассист? Это блиц в три куба по кетчеру. Гол-то надо забивать. Так, ладно, кубы нашлись. Надо давать ассист, да, сюда. Забегаем вперед обязательно. Неужели вкладка чёрку? Ой, жадный! Ой, жадный! Ну, не знаю. Не уверен, что это хорошее решение. Скорее, я бы просто покидал бы ГФИ, стоял бы рядом чёрком, так, чтобы он тоже заходил на... И здесь надо было искать даже двое... Ну, типа... Сейчас ещё можно пропустить гол за такую жадность. Так и задумано. Ну, я имею в виду, в России как бы... Для России это особенно дорогое удовольствие, Решпиль. Экономика так устроена. Ой, красиво сыгранная. Ещё единичка опыта. Убегаем. Даём удар. Ну, вообще, мол, ой, две шестёрки. Блин, реально, ребята. Нунстис на порядок сильнее играет на прыгунах. По ощущениям. Я могу быть неправ. Но по ощущениям он играет в разы сильнее на прыгунах. Реролл будет потрачен обязательно. Жаль. Но всё равно молодец. Когда-нибудь? Никогда. Когда я накоплю на квартиру? Никогда. Я думаю себе понакупать миник, но не для игры, а просто всяких красивых миник, чтобы расставить и... Сдувать с них пыль и показывать всем своё задротство. Так, есть кубы в мяч. Сложные. Признаём. Сложные кубы. Сейчас вот этот Блицер побежит. Проблема в том, что забивать некем. Но орки уже и потеряли надежду на гол. Орки пытаются не пропустить только. Окей. Второй ГФИ. Окей. Один-один. Ну, спасибо, что не умер. Обидно. Был гол. А он Блицервал чёрком. Да-да-да. Меня переклинило. Вот. Жалко, что один-один. Правда, зачем давать два контакта? Потому что в любом случае додж первый был безопаснее, чем додж удар и так далее. Ну, не суть важна. Ну, у орков, кстати... Так, подождите. Раз, два, три, четыре... Шесть цыган. Восемь и один. Ну, кстати, ребята. По ощущениям, как бы... Кстати, вы заметили, что игра багует? Она считает, что колоколы типа на поле. И она говорит, что преимущество в три игрока... А, нет. По-моему, она говорит, минимум в три игрока. Ну, ладно. Ладно. Тогда отбой. В общем, слишком большое преимущество у орков. Отдать эту игру будет тяжеловато. Орки имеют все шансы... Ну, ничью точно взять. Ой, как приятно-то сразу, а? Вот этот парень встанет, наверное, где-то... Ну, да, и понятна мысль. Цыган? Нет? Так, стоп. Ага! Ага! Как... Как он с тисто играет-то, а? Слушайте, жадный-то, а? Еще и прыгнет опять, вы посмотрите. Никакой совести. Никакой. Не реролил. Ну, в принципе, правильно. Не, ну, блин. Литл Кислиф флайт только в путь. Но, кстати, отбиться здесь-то оркам вообще, по-моему, нетрудно. Я не вижу ни одной проблемы для того, чтобы орки не отбились. Тут главное уронить вот этого паренька. Притом, кстати, я бы Блицером скорее шел бы в... Ой, Блицером-черком скорее шел бы. Ну, ладно. Сейчас за счет Горда будет 3 куба в... В Даджиста. Обидно, что... Может быть и надо было последние рерол... Точнее, надо было тратить рерол на додж. Ну, ладно. Я бы и так листом бежал бы слева, кстати. Доблица, наверное. Рерол. Прекрасная шестерочка к флангу. Отличный нокаут. Ну, слушайте, похоже, что орки забьют. Ну, не забьет, что орки отбиваются. Вот ГФИ, по-моему, лишняя. Ну, это, видимо, такая игра на победу, типа, была. Окей. Так, приятненько. Удар в 1Д, подчерк. Ой-ой-ой. Так. То есть он будет давать вкладку сюда, убегать на... Да-да-да, убегать налево. Здесь уже есть марка. Интересный план. Слушайте. Очень наглый. Но вот эта наглость, она идет инстису, когда он играет на прыгунах. Рерол обязательный. Да, надо было кидать ГФИ, чтобы не получить удар. Правильно, правильное ГФИ. Ну что, остался 3 плюс додж блокером, при том... Ой, блокером. Тровером. Его надо обязательно делать. Это... Это вообще супер обязательный момент в этой игре. Ну, забегание на гол не уверен, что прям сильно нужно. Кубы не нашлись. Я бы оставил бы удар троллем на потом. Тут важно все остальное поделать. Не, ребятки, серьезно. Молодец, инстис. Забегает. Сначала правильно делает все Алекс Гус. Ну, мне кажется, вот в первом голе Алекс Гус сам виноват. Во втором, ладно. Второй, который сейчас будет. Он вроде все более-менее нормально делал, но он стис, конечно... Яйца у него просто железные. Два куба ищи через два ГФИ. О-о-о-о! Ой-ой-ой, вот это было жадно. И получилось ведь? Правда, толкнул неправильно. Я понимаю, в чем посыл, но толкать надо было точно наверх, чтобы... Сейчас просто один из прыгунов дает ассист. О-о-о! Вот это обидно. 1-1. Блин. Блин. Вот это обидно, ребята. Притом, что неправильно сыграл сейчас Алекс Гус. Потому что, если бы ты упал бы на ГФИ, либо там еще в какой-то такой ситуации... Короче, косяк. Что-то какой-то грустный матч для... Уорков пробой отличный просто. Спасибо, что аптека спасла. Не, все правильно делал НСТИС, но не подфартило. Блин. Я теперь даже подумаю, посмотреть игру НСТИС и Рэш. И не сегодня, я сегодня уже подустал. А вот, но вообще подумаю. Потому что... Я прямо не ожидал, что НСТИС настолько... Простите, хорош. Вот. Не то, чтобы это какой-то гигантский шанс на гол, но... Опять один на пры... Серьезное. Три прыжка из четырех на два плюс три единицы. Ну, это, конечно, обида. Блиц... В 1Д. Приятно. Попытка подбора. Или нет? Нет, без подбора. Прыжок. Ну, я бы хотел сказать какую-нибудь смешную шутку про то, что Кислив пытается увеличить количество игроков на мяче. И они действительно пытаются, но... Что-то на поле как-то осталось три Кисливита против целой толпы аркачей. И... И что-то как-то тоскливо становится. Если уж аркачи не забьют в этой ситуации, то стыд им и позор. А еще, я смотрю, Алекс Гус очень хорошо кидает дубли на... На важных игроков. Вот это опасно! Слушайте. Очень сильно, теоретически, я вижу гол у... Нстиса. Особенно, если сейчас будет двойной неподбор. Так, подобрал. Так. Ну, реролов уже нету. Ну, кажись, кажись, все идет к ничейке, ребята. Конечно, Кислиев-то... Ну, три травмы, удаление, четыре нокаута. Не самый веселый матч. И это еще даже не окончание торжества. Оркам надо играть на победку. Оркам надо строго играть на победку. Это, конечно, тяжело, но... Вопрос в том, давать пас на этот ход. Можно дать пас сюда. И дать вкладочку, и забивать. И играть на победку. Потому что Кислиев-тоф не осталось. И мне очень кажется, что так оно и будет, скорее всего. Да, это пас. Три плюс, плюс, среда, так, окей. Ловля, изи. Вкладка. Ну да, орки правильно делают. У орков времени на победку, три хода. При таком диком чистом преимуществе, почему бы и не попробовать? У Кислиев-тоф просто нету возможности пытаться потащить, как бы... Ну, если встанут все нокауты, например. Встало три нокаута. Так. А еще была аптека. Слушайте. Теперь семь Кислиев-тоф для гола. Это уже смотрится несколько реальнее. Семь Кислиев-тоф на гола. Это уже как какая-нибудь считалочка. Так. Болиголов. Сразу блиц в красные. Ну ладно, это блиц по блоку. Стоит понимать, что это довольно неплохой шанс. Нам по факту. Продажа блицера. Первый додж прошел. Второй додж прошел. Теперь он зайдет куда-нибудь вот сюда, что ли? Или нет? Так, это пас. Бросок за мячом. Ну ладно, он не особо тут был нужен. Я, честно говоря, не вижу проблем для того, чтобы... Ну ладно, пока вижу. Болиголов тащит за счет Стенферма. А смысл? Стоп, я не понял. Горду надо дать парочку ГФИ. Орки так бесстрашно стукают до всего остального. Два ГФИ Гордом. Хорошо. Теперь очень простое выбивание. В два куба прям очень простое. Рерол. Пятерочка найдено. Сила такла. Ну, в общем, не хватило игроков кисливого для отбиваний. Хотя скатер неприятный. Потому что сейчас, в общем, я не вижу особых проблем для того, чтобы потащить здесь. Ну, как бы не то, чтобы потащить. И на мече сложно оркам, и сложно не оркам. Сейчас вот скатер выпадет куда-нибудь там. Ну, это плохой скатер. Болиголов пытался затыкать. Не самая, кстати, плохая мысль. Тут вариантов было уже очень мало. Надо было тыкать. Подбор 4+. Ой. Пас. Или... Нет. Пас. И не получилось поймать единичка. Блин. Ну, не, ну. Кстати, орки могут отбиться сейчас. Хотя, честно говоря, сам по себе парень, который в 4... Так, стоп. Это будет блиц убиватором или не блиц убиватором? Так, это будет блиц так листом. Я бы, наверное, кстати, скорее блицевал бы убиватором, чтобы наверняка вынести. Или блицевал бы сначала так листом, потом вставал бы убиватором на мяч, чтобы подбор был сложнее. Но не сказать, что он был бы на порядок сложнее. Но окей. Что-то как-то я даже... А, это блиц в горда падает. Так, не повалили вниз. Ну вообще, в принципе, крепкоруки парень. 75% на подбор мяча. Шансы есть. Не, действительно, шансы очень даже ничего. Вот теперь прям шансы стали еще более. Вот если бы сейчас подошел бы, скорее всего, шансов бы не было. Орки, кстати, отвели игрока на гол. Ну ладно. Подбор себе сработал. Прыжок. Ну, круто инстис вытащил эту игру. Орк, конечно, в целом более-менее все правильно сделал, но окей. Крутой матч вышел. Орки-то понятно, что не забьют... А, нет, стоп! У орков есть вантерн. А, ребята, у орков-то есть вантерн. Ну, правда, вантерн орков сложный без рерола. Вот. Там слишком много кубов надо. Радует, кстати, что тромер очень хорошо работает в этой ситуации. Если скантер только налево нужен... Опа! Так, стоп, ребята! Гоблин уже не так сильно нужен. Так, интрига возвращается. Интрига отходила покурить, и интрига вернулась. Вот. Теперь, теперь не надо рассчитывать на эншент гуся флейма. Вот. Теперь можно блицерами сбегать просто в отяку. В отяку! Так, не нашлись кубы. А, может, сначала завести блоджерного блицера, не? Я бы заводил сначала блоджерного, а потом делал бы блиц здесь. Может, даже гоблача стоит забежать. Подбор. У орков сейчас, кстати, даже без РР очень неплохой гол. Приятные кубы. А мне, кажется, надо было скатать... Я понимаю, зачем сюда, но мне, кажется, надо было сюда. Чтобы перегородить путь блицеру, и было сложнее гол. То есть, если бы он встал бы сюда, сюда, то сюда ты не пододжишь, потому что здесь стоит вареник, и как бы, и всё. Ну, ладно, это я так, к слову. А сейчас понятно, какой план у Нстиса. Он будет подбегать и из блица тыкать сюда. Но красивее зарезать... Красивее зарезать? Я не спорю. Да я понимаю, Краби, что здесь и марка, и зарезание меченосца. Я понимаю. Просто у Болиголова нету подката, и как бы... Можно чёрком сначала поискать три куба, а потом... Вот этого я не понял. А в чё так? Стоп. Так, окей, спасли аптекой. То есть, он собирается метать гоблины? Ну, мне просто кажется, что здесь можно было... Ну, как бы, и без этого обойти. Ну, ладно, ладно. Не самый оптимальный вариант, мне кажется. Не метать, бежать им. Ну, или бежать... Ладно, бежать им. Но тут сколько ГФИ? Два? Ну, ладно, Болиголов сыграл. Болиголов не отпустил. Неважно. Ну, там два ГФИ, да. Окей. Окей. Опыт лёг так себе. А здесь опыт лёг отлично. Ну, это, кстати, MVP. Антон Журов просто вытащил эту игру. Вот. Пять травм, пять пробоев, 65 отборов. Гусь бил, 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 бил. И не добил. Притом, кстати, у Гусята кубы были ок-ок в целом. Ну, кроме подбора, там подборы такие были. Доджи, правда, были плохие. Зато, кстати, в самый важный момент додж-то проканал. Самый важный момент додж-то проканал. Ну, ладно. Блин, он, естественно, в цыганах играет намного лучше, чем на некрах, по ощущениям. Блин, он, естественно, в цыганах играет намного лучше, чем на некрах, по ощущениям. Блин, он, естественно, в цыганах играет намного лучше, чем на некрах, по ощущениям.